добрый день уважаемые студенты сегодня мы с вами начинаем наш новый курс который посвящен системам искусственного интеллекта сегодня наша с вами 1 вводная лекция и мы в рамках этой лекции поговорим об основных понятиях которые используются когда говорят о системах искусственного интеллекта искусственный интеллект или artificial intelligence по-английски это область информатики в рамках которой разрабатывается компьютерные программы для выполнения задач способных имитировать человеческий разум обнаруживать смысл обобщать и делать выводы выявлять взаимосвязи и обучаться с учетом накопленного опыта другими словами это те системы которые должны заменить собой творческие способности человека это одно из определений то есть определений искусственного интеллекта очень много каждый автор и каждый исследователь этих систем трактует их по-своему но все-таки у них есть одна общность это те системы в отличие от других до существующих компьютерных систем которые позволяют имитировать или полностью или частично заменять какие-то когнитивные процессы которые происходят в человеческом мозге то есть это высшие какие-то мыслительные процессы термин искусственный интеллект в 1956 году вел джон маккарти американский ученый на знаменитой международной конференции тартманском университете на данной фотографии вы можете увидеть джон маккарти это человек который впервые вел данный термин в оборот философии не решен вопрос о природе и статусе человеческого интеллекта нет и точного критерия достижения компьютерами так называемой разумности хотя ранее были предложены гипотезы проверки разумности вычислительных машин к ним можно отнести так называемые тесты тьюринга или гипотеза не ла саймона мы поговорим сегодня немного о тесте тьюринга который был предложен британским ученым алмам тьюрингом эмпирический тест был предложен алмам тьюрингом статья вычислительные машины и разум которая была опубликована 1950 году философском журнале майнд целью данного теста является определение возможности искусственного мышления близкого человеческому у машины теперь поговорим непосредственно о тесте тьюринга тест человек взаимодействует с одним компьютером и одновременно одним человеком на основании ответов на вопросы он должен определить с кем он разговаривает с человеком или компьютерной программой задача компьютерной программы вести человека в заблуждение заставив сделать неверный выбор другими словами в ходе общения одновременно с компьютером и с человеком при этом он их не видит человек должен догадаться компьютер говорит с ним либо человек если компьютер настолько ловко и хорошо поддерживает диалог что человек может ошибиться предположив что вместо компьютера с ним говорит человек то это говорит о том что у машины имеется некоторые разум которые очень близок человеческом эту по тесту тьюринга то есть у нас имеется человек который не видит своего собеседника собеседниками его являются вычислительно машина либо настоящий человек и в ходе общения как мы уже сказали ранее машина должна ввести в заблуждение человека том что с ней общается не машина человек если такое происходит то по тесту тьюринга можно сделать вывод что компьютер владел так сказать разум каким-то интеллектом который очень близок человеческому интеллекту это так называемый тест тьюринга настоящее время искусственный интеллект никого не заменяет целью его применения является расширение и дополнение возможностей человека бурное развитие методов искусственного интеллекта стало возможно лишь относительно недавно примерно 10-15 лет тому назад этому способствовало несколько факторов первое доступность вычислительных ресурсов высокой производительности снижение цен на вычислительные ресурсы в виде компьютеров и их повсеместное применение накопление достаточно больших объемов информации для обучения систем искусственного интеллекта развитие технологии искусственного интеллекта позволило решить большое количество прикладных и рутинных задач быстрое распознавание образов и дальнейших обработка выдача рекомендаций на основе анализа сокращение трудоемкости ручных операций моментальное выявление рисков все это позволило бурному развитию методов искусственного интеллекта и повсеместного применения по сей день цифровая трансформация различных компаний которые требуют развития методов систем искусственного интеллекта да то есть вектор на цифровизацию непосредственно диктует до компании применять и развивать методы искусственного интеллекта при реализации до той иной программ в рамках компании теперь поговорим о направлениях искусственного интеллекта то есть одно из направлений которые сейчас является очень модным это машинное обучение это одно из направлений искусственного интеллекта благодаря которому воплощается ключевое свойство самообучение на основе получаемых данных чем больше объем информации и разнообразие тем проще искусственную интеллекту найти закономерности тем точнее будет выдаваемый результат искусственная нейронная сеть один из видов машинного обучения особая математическая модель и ее программная реализация который в упрощенном виде воссоздает принципы строения работы биологической нейронной сети это одно из также очень модных часто применяемых и разрабатываемых направлений в области систем искусственного интеллекта нечеткая логика это одна из разновидностей до экспертных систем то есть это раздел математики являющийся обобщением классической логики и теории множеств базирующийся на понятии нечеткого множества с функцией принадлежности который принимает любые значения в интервале от нуля до единицы то есть это также одно из направлений которые часто применяется при разработке систем искусственного интеллекта обработка естественно языка способность программного решения или компьютера распознавать понимать и воспроизводить привычный язык человека это также одно из развиваемых направлений систем искусственного интеллекта распознавание образов раздел информатики и смежных дисциплин развивающие основы и методы классификации идентификации предметов явлений процессов сигналов ситуации и тому подобного объектов которые характеризуются конечным набором некоторых свойств и признаков то есть это также одно из направлений одна из задач которые занимаются современные системы искусственного интеллекта конечно данным перечнем у нас не ограничиваются направление развития систем искусственного интеллекта но мы проговорили основные из них теперь о применении искусственного интеллекта спрос на передовые технологии растет в каждой отрасли например здравоохранение нужны умные личные помощники которые вовремя напомнят о приеме лекарств проследят за физической активностью человека в перспективе помогут выбрать тактику лечения в торговле искусственный интеллект помогает прогнозировать обороты товара в банках советует выдавать или нет кредиты страховой деятельности также искусственный интеллект помогает советами а финансовых операциях выявлять даже мошенничество то есть применение довольно таки разнообразные и обширные прикладных задачах для применения программ искусственного интеллекта также много но все они базируются на нескольких ключевых свойствах искусственный интеллект это программное решение которое используется для автоматизации ручных задач человека часто выполняемых и в большом объеме программы искусственного интеллекта чаще всего работают в копе с другими пригладными приложениями и заметно повышают их эффективность прогрессивные алгоритмы обучения постоянная адаптация дает искусственному интеллекту находить закономерности в больших объемах данных поэтому он способен давать рекомендации прогнозировать показатели объемы данных которые может анализировать и использовать работе искусственный интеллект также огромный высокая точность решение задач при этом точность возрастает с увеличением объема данных доступных для анализа и обучения то есть это основные ключевые свойства систем искусственного интеллекта теперь если говорить конкретно где находит применение искусственный интеллект это финансы как мы уже сказали это тяжелая промышленность да то есть различные отрасли различные технологии уже широко применяют системы искусственного интеллекта и они дают очень даже отличные результаты медицина транспорт телекоммуникации и даже музыка сегодня не обделена инженерными решениями в области систем искусственного интеллекта как мы видим искусственный интеллект точнее его методы широко проникают различные сферы человеческой деятельности поэтому никак не уменьшается актуальность изучения их и в рамках данного курса мы также будем изучать некоторые методы интеллекта и строить системы на их основе в рамках нашего курса мы познакомимся с двумя методами искусственного интеллекта первое мы познакомимся с различными разновидностями искусств нейронных сетей и во второй части нашего курса мы познакомимся с основами нечеткой логики и посмотрим как они позволяют решать те или иные прикладные задачи которые возникают в ходе человеческой деятельности ну на сегодня у нас все спасибо за внимание